Программа Челны 24 продолжает подводить итоги дня. Вашему вниманию обзор событий вместе с рубрикой «Коротко и ясно». 20-летний челнинец подозревается в попытке сбыта наркотиков. В ходе обыска в квартире молодого человека сотрудники полиции обнаружили 11 граммов синтетических веществ. Задержанный признал, что торговля наркотиками промышляет и сам показал, где хранится сверток с крупной партией синтетики. Сейфом ему служил пластиковый баллон, лежащий в кустах в 50 метрах от дороги Челны-Альметьевск. В результате полицейские обнаружили более 185 грамм наркотиков. Всего в ходе проведенных оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции изъяли более 196 грамм наркотических средств, что составляет порядка тысячи разовых доз. В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по факту покушения на сбыть наркотических средств в крупном размере. Избрана мера пресечения в виде ареста. ВИЧ-инфекция за неделю была выявлена у шестерых челнинцев. Такие данные приводит Управление Роспотребнадзора Татарстана. Всего же по республике за отчетный период о наличии у них вируса и иммунодефицита узнали 22 человека. Между тем, с этого года заработал Федеральный регистр ВИЧ-инфицированных пациентов. По мнению специалистов, он позволит увидеть более полную картину о количестве зараженных в стране, а также поможет самим больным получить информацию о лечении и закупках необходимых лекарств. КАМАЗ нарастил продажи грузовиков. В 2016-м реализовано на 20% больше продукции, чем в 2015-м. Всего было продано 34,5 тысяч автомобилей. Из них более 6 тысяч за рубеж. На российском же рынке грузовиков КАМАЗ по итогам года занимает лидирующую позицию. Доля автогиганта составила 56%.